Матрасов, куча матрасов. Я хочу за закрытую дверь. Ну хоть что-то интересного мы сегодня найдем за закрытой дверью. А вы нас испугали. Ваня говорит, Филиппа, я так навел. Всем привет, ребят, с вами Виталий Зеленый. Мы с пацанами приехали сегодня в такое сомнительное место. Это вот на заднем фоне находится психбольница, ребят. Здесь лежали психбольные, ну на голову тронутые. Как психически больные? Ваня говорит, психически больные. В общем, место... Ну, мы так прошлись, только что изучили немножко. Мы хотим туда зайти по темноте, но место не внушает доверие вообще. Оно уже разваленное. И только что был прикол. Фома говорит, нам сюда дорога, типа мы эти... На самом деле это не смешно. Здесь лежали, представьте, вот эти все люди, которые неуравновешенные. Блин, такие все дерганные. Их здесь лечили. Эти стены много повидали. В общем, ребят, я надеюсь, вы сразу поддержите лайком. И подпишитесь на канал, если не подписаны. Потому что мы заради вас пойдем в такое забытое Богом место. И, кстати, что я только что хотел сказать. Только что... Оно там вход. Оно там. Проходили, хотели изучить вообще, ну, что и как. Захожу в одну комнату такой. Заглядываю, там диван какой-то стоит. Думаю, что за фигня. Не обратил внимания. Опять поворачиваюсь, мужик какой-то спит, укрытый одеялом. Я, блин, сразу очканул пацанам, говорю, ну, я один видел. И мы выбежали сразу. Короче, не знаю, хорошая это идея или плохая. Мы хотим сейчас зайти и подзаснять вам его. А потом по темноте вернемся и зайдем с другой стороны. Там вход еще есть. И там есть подвал. Тоже ужасный. Я надеюсь, он еще спит. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы тут делаете? Отдыхаю. Отдыхаете? Да. А вы нас испугали. А чего я вас испугал? Не знаю. Просто так заглянули и так испугались немного. Ну, а что? Как бы это страшно и что вас испугало или что? Я гамню. Я понял. Вот здесь. Хорошо вы тут устроились. А что по поводу комфорта? Да. А что по поводу комфорта? Да. По поводу комфорта. Короче. Питание трехразовое. О, это класс. Питание трехразовое. Главное, что настроение хорошее, да? Да. А что мне? А что мне? Умери. Это легкий умери. Так работать можно пойти. Да. Работать можно пойти. Видео на этом снимать. Ладно. Удачи вам. Настроение хорошего. Короче, ребят. Темноты мы не особо дождались. Уже пол восьмого на часах. И мы могли бы еще подождать темноты. Но я думаю, как бы вам сказать. Во-первых, далековато сюда ехать. И многие из вас знают, что я очкую таких мест. И, блин, я не хочу сюда по темноте заходить. И тем более меня так не на шутку напугал этот мужичок. Безобидный. Ну, он меня реально напугал. Здесь есть еще подвал. Сейчас пройдемся здесь по местности. И спустимся еще в подвал. Там вообще темень такая. И ужасно. Неприятно. Вообще, знаете, находиться в этих... Вань, не шумит? Здесь находиться в этих стенах, это уже, я вам скажу, нереально стрёмно. Ну, представьте. В этих стенах находились нервно больные. Испытывали страх, ужас. Ну, я думаю, вы понимаете. Мне как-то здесь не по себе. Что это за комната? Маленькая такая. Сортир. Ого! Ваня как раз в туалет хочет. Не снимаю. Смотри, а что это было? Что это? Это выкинуло? Упало что-то? Походу. Только что шум был, что-то упало. Капец, блин, я уже туда не буду заглядывать. Сейчас на голову еще что упадет. Вот настоящий лифт. Больных продавали. Да. Матрасов, куча матрасов. Что оно падает? Что оно падает? Что оно падает? Наверх. Наверх. На этажи. Будем, ребята, подниматься на второй этаж. Посмотрим, что у нас там находится. Зубная щетка. Расческа, зубная щетка. Ну, это какой-то... Та ёж. Что такое? А вот это какой лекарство? Нифига себе. А ну переверни. Что за лекарство? Может кто-то знает из ребят? Сарбилакт. Сарбилакт. Ребята, если знаете, что это за лекарство и для чего оно, напишите в комментарии. Внутривенное. Внутривенное. Смотрите. Здесь такой длинный-длинный коридор. Блин, уже раза, наверное, пять шуганулся. Опа. Там кто-то побежал. В смысле? Там кто-то прошел. Да ладно. Или ты так навел, что у тебя не получилось? Или пакетов? Ваня говорит, либо я так навел. Аааа! Сука! Я тебя еще не снял. Дебил. Какого ты хрена? Какого ты хрена навел? Да я спотыкнулся. Так что ты орешь? Смотрите. Какой-то небольшой. Старый цветок. Какой-то дерево было в клумбе, наверное. А, вот смотрите, горшки. И здесь находилось дерево. А здесь у нас что? Что это? Блин, анализы какие-то, походу. Тут там анализы, походу, в этой баночке брали. А я ее только что в руки брал. А я тем временем нашел еще один лифт. Смотрите, ну этот поменьше такой немного. Это тот же? Это тот же, думаешь? Нет, там были матрасы. Ребят, и напоследок мы оставили подвал. Вот он. С собственной персоной. Сейчас мы его посетим. Я надеюсь, там мы найдем что-нибудь интересное. Ух ты, блин. Я надеюсь, здесь нет никакого бомжа. Стол какой-то. Капец, это подвал! Мыльница. Смотри. Здесь икона. Включим свет. Нет, что-то не включается. А, ну да. Кстати, здесь был пожар. Смотрите, ребят. Черные потолки. Не курить. Главное, смотри. Был пожар. Написано, не курить. А тут что? Кстати, да. Здесь тоже какой-то бомжик обитает. Смотри, вешалка. Полочка. И спальник. Ну, матрас. Ребят, мы, если честно, не хотели сюда идти. Но что ж не сделаешь ради контента. Другой отдел здания какое-то. Мы были в первом, а тут пришлось пойти метров пятьдесят. И вот, что мы здесь наблюдаем. Там шумит что-то. Слышишь, там что-то шумит. Вверху. И точно. Ну, я бы просто пришел. Фу. Что это такое? Подними, значит. Капец, смотрите. Сколько здесь локаций? Это сколько здесь больных людей было? Если что, на минуточку, то здание какое-то огромное, и это, не маленькое. Они, наверное, одинаковые. Да, они, наверное, одинаковые даже по строению. Посмотри, наверное. Вот это вот фигня? Да. Чтоб вы понимали, отпало. Смотрите. Оттуда откололось. Вот это тоже на грани. Ну его нафиг. Где дверь закрыта? Где дверь закрыта? Ставьте. А может я открыть так? Попробуй дернуть. Дебил. Дебил, как ты слева войти? А вон там еще дверь. А вон там еще дверь. Шкафчик. Доказательство, ребят, тому, что это правда психбольница. На окнах стоят решетки, смотрите. Кластиковое окно, прикиньте. Вот мне почему-то хочется пойти за закрытую дверь. Как ни крути. Не знаю. Стул стоит. Как будто здесь, знаете, кто-то сидит и отдыхает. А так, в принципе, ничего интересного. Смотрите, ребят. Нам почему-то нравятся закрытые двери. Конец коридора. И вот, смотрите. Закрытая дверь. Я хочу за закрытую дверь. Ну хоть что-то интересного мы сегодня найдем за закрытой дверью? Как можно, ребята, кого-то бейте валило на самом деле. Капец. Шмотки, шкафчики, матрасы. Эти стены к тебе несут какие-то секреты. Самому здесь, ребят, можно сойти с ума реально. Хорошо, что у нас такая толпушка. Фу! Что это такое? Анализы, пацаны говорят. Смотрите, крышка запаяна. Бэээ. Все, ну нафиг. Я здесь уже насмотрелся. Ребят, по дороге к выходу нашли вот такую сомнительную штуку. Жилетка или что это такое с ремешками. Мне кажется, людей заматывали, может быть, в эту фигню. И чтоб они, ну, если, как это называется, когда они нервничают, приступы случаются. И людей, наверное, как-то обматывали и усмиряли. На самом деле, это очень сложно осознавать и тяжело. Когда человек сходит с ума и впадает в такие места. Ну все, ребят, мы направляемся уже на выход. И будем возвращаться домой. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Потому что мы реально рисковали, старались. Шевелили нервишками. Я думаю, мы и вам потрепали нервы немножко. В общем, ребят, давайте. До новых влогов, до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok